Друзья, приветствую! Давай будем знакомить наших телезрителей с тобой и посмотрим коротенькое видео с твоего прошлого боя. Давайте. Хороший правый воперход в исполнении Ганилов, скользь попал он, поговорай его. Намного больше, конечно, нужно ему атак выкидывать. Потому что, как мне кажется, Габараев по очкам перебивает своего оппонента. Вот эти одиночные взрывы в исполнении Ганилова особого успеха не несут. 30 секунд остается до конца. Руслан, ну и давай по такой традиции выстроим систему, как ты дошел до данного поединка. Как вообще попал в OpenFC, как попал в ММА? Ну, в ММА через Шарафа попал. Как бы он меня подтянул. До этого армейским рукопашным боем занимался. Он тоже раньше занимался этим видом спорта. Там мы с ним познакомились. Как бы он подтянул к себе. Начали тренироваться. И как бы он предложил вот в этой лиге подраться. Все. Подрались. Победили. Да. Как видите. Как проходила подготовка? Насколько долго и на что был основной упор? Четыре недели мы готовились. Ну, вот в Стреле. Тим Стрела. Барнаул. Также вот под руководством Шарафа. Вот Николай с нами тоже был. Здравствуйте. Вместе мы пахали. Вот. Ну, четыре недели как бы. Шараф собрал такой хороший состав. Привез именитых спортов. Каждый как бы готовился к своим боям тоже. Там Ильяс Хамзин приезжал, готовился к бою в РСС. С собой брал он тренера Кайрата. Который. Тренера также Петра Яна. Который в UFC дерется. Вот. Как бы состав был хороший. Много было крепких парней именитых. С ними поработали. И как видите плоды дало свое. Насколько для тебя, как для человека, который дебютирует на таком крупном турнире. Ну, таком крупном. Масштабном. Такая вот профессионально известная компания на тренировочных сборах. Ну, на самом деле не первый сбор. Я уже прохожу. В такой компании как бы. Вот. До этого уже мы и в Горный Алтай ездили. Тоже там очень много именитых было бойцов. Как бы. И, ну, как бы уже не привыкать, так сказать, с именитыми бойцами работать. Просто сейчас уже и сам как бы я готовился к бою. До этого как бы просто, ну, втягивался в ММА, так скажем. А тут уже непосредственно к бою готовился. И уже работа на меня была. Ну и давай поговорим про сам поединок. Что знал о сопернике и чем он был усилен, то есть когда вот изучали его. Когда Шарафу скинули соперника моего. Ну, мы изначально мне дебютанта искали. Как бы я дебютант. Хотели примерно такого же найти. Дебютанта не могли найти. Все как бы дебютанты по тем или иным причинам отказывались от меня. Ну, не знаю почему. Возможно из-за того, что у меня большой любительский стаж. Может быть из-за этого, не знаю. Вот. Но все отказывались. В итоге нам скинули вот бойца из Узбекистана. Шесть побед, три поражения. Шесть побед нокаутом. Ну, финишей. Вот. Сначала, ну, мы подумали, что делать. Говорит, давай его бои посмотрим. Посмотрели бои. Шараф говорит, ну, типа, можешь победить его, если не затупишь. Ну, как бы. Это честно. Да. Вот. Ну, согласились. И как бы посмотрели в борьбе. У него были пробелы. Вот. И задача была как бы перевести его. Ну, ничего не получилось из этого. Получилось все три раунда. Мы дрались в стойке. Вот. Ну, в целом нормально. Все равно победил. В феврале у нас в Барнауле проходил OpenFC. Почему тебя не было в клетке? Почему ты был, так сказать, в роли зрителя? Да. Ну, я ранее говорил уже такой момент, что с основной работой, у меня есть основная работа, которую я не хочу афишировать. И, ну, там несостыковки, короче, получились, что мне не разрешили там драться. Просто вот и все. Как тебя поддерживал в твоем дебютном бою? Никак. Не смотрят, может быть. Даже по видео? Ну, боятся, но что-то не нравится им. Ну, вернее, нравится. Ну, что-то переживают сильно. Ну, отец с мамой тоже это сильно переживают. Они так рассказывали, как там отец смотрел бой. Я думаю, зачем вообще так переживать, зачем вообще смотреть? Просто результат узнаете, потом все. Ну, жена так сделала. В инстаграм зашла, говорит, а вот тебе руку подняли. Все? Нормально. Лайк поставил. Коммент вот так. Может быть, и репост. Да. Но это уже, это всего лишь дебют, она сказала. Это уже потом, говорит. Побольше боев игры, тогда репостну. Коль, у тебя был уже второй бой. Давай тоже посмотрим отрезок из твоего второго поединка и также поговорим уже, как он для тебя складывался. Визуально посвежее выглядит Роман. Еще одна попытка Нестерова выполнить бросок. Готовцев подхватил шею. Сейчас удачно отзащищался он. Еще одна попытка. А, и переводит он все-таки Готовцева. Покачал головой Рома в свой угол. Коль, ну что, поединок оказался для тебя сложным. Давай вот уже от лица спортсмена. Что получалось, что не получалось в этом бою? Ну да, действительно, поединок был сложный. Ну и как бы противник был очень хороший, на хорошем уровне. Тем интереснее была схватка. То есть перед самым, ну как говорится, у нас фейс-то-фейс проходит перед самым боем. Ну там такой вопрос задали, типа, кто за кого болеет. Там Шараф сказал, конечно, я болею за Николая. Все нормально. И, ну, получается, там тоже товарищ, ну, президент, как говорили, о лиге, сказал, что болеет за моего оппонента. Вот. И у нас такая как бы это негласная такая стычка получилась. Вот. Ну, чисто спортивный интерес. Вот. Ну, шансы были 50 на 50, так как оба спортсмена достаточно были, ну, подготовлены. Вот. Ну, мы единственное, что бились не на своей земле. Но с нами были те самые люди, которые должны находиться в такие минуты. Вот. Также у нас был план на бой. То есть как, ну, работать именно с этим соперником. Да, что-то не получилось, конечно. Что-то маленько пошло не так. Но, как говорится, слава богу, что мы победили. Победа за нами. Мы привезли две победы с Рустаном на Алтайскую землю. Вот. Почему многие называют, даже OpenFC подписал этот бой как кровавая рубка? За счет чего такое название интересное? Ну, да, я на самом деле тоже. Ну, наверное, потому что видно было, что оба спортсмена готовы были биться, идти там до конца, как бы. Никто, как бы, даже не собирался там где-то сдаваться. Вот. Особенно там в последние 10 секунд моего боя пришлось, как бы, потерпеть, так сказать, переодолеть какую-то часть себя там, да. Вот. У нас успешно это получилось. Ну, и просто мы друг друга били, как бы, со всех позиций, как бы. Каждый хотел друг друга, ну, действительно, прям, завершить там, да, грубо говоря, по максимуму выкладывались. Вот. Ну, Сибирь посильнее в этот раз оказалось, как бы. Так что все нормально. Оппонент у тебя был в роли фаворита, как я уже смотрел по статистике и, в принципе, по бою. Ну, да. А, все-таки, за счет чего получилось перебить? То есть, это характер? Ну, да, скорее всего, наверное. И что из технических действий? Из технических действий мы выбрали, то есть, тактику такую сбивать, ну, постоянно. То есть, я видел, когда он готовил, ну, атаку, грубо говоря, да, на меня. А в этот момент мы его сбивали, ну, каким-то, да, там, действием, ударом, еще что-то. И сразу же какое-то, ну, свое действие в ответ делали. То есть, он не успевал, как бы, маленечко перестроиться, ну, так, с моей стороны это все оказалось. Вот. И все-таки я не стал играть в его игру и поднавязал свои, там, вот эти именно действия. Тем самым мы победили. Вот. Ну, видно было, что никто не хотел, как бы, и проигрывать, и готов был идти до конца. Тем более у Романа была публика, да, там, грубо говоря, своя, на своей земле. Очень, действительно, много мы поддерживали. Вот. И как-то даже меня это, ну, нравилось как-то то, что интересно как-то было именно проверить себя в этом положении. На другой стороне, так сказать, оказаться. Вот. У тебя сейчас два боя, две победы, очень хорошее отношение с президентом, хороший тренингский штаб. Известно, что по контракту с лигой OpenFC? Ну, вообще, мы, как бы, так конкретно об этом, ну, не говорили именно по контракту. Ну, я тоже понимаю, почему. Потому что, да, скорее всего, у нас есть, так сказать, ну, грубо говоря, свобода, да, выбора. То есть, может быть, какая-то другая лига, а также посмотрит, да, там, бой, там, мой, Руслана. И чтобы себя обязательства какие-то не заводить, можем выступить на, допустим, на другой, там, да, какой-то арене. Где будет более интересное, там, предложение, например. Вот. Тем самым, я думаю, что пока вот так вот будем работать. То есть сейчас пока такое свободное плавание? Да, да, да. Сейчас мы набираемся опыта. В любом случае, как бы, мы только начали с Русланом свой путь. Как бы, нам интересно больше, как сказать, набраться опыта именно в тренировочном, наверное, процессе. Как бы не стараться, там, грубо говоря, каждую неделю там биться, там, а именно как-то более закачественно, ну, качественно подходить именно к поединкам. Но, опять же, все это благодаря тренерскому суставу, там, клубу Стрелотим, там, и Шарафусовому. То есть очень много этот человек делает, действительно, для ребят, которые занимаются в этом клубе. Руслан, у тебя был это дебютный бой, дебютная победа. Насколько для тебя, как для новичка, было важно вот начать именно с победы? Ну, да, с победы очень, как бы, это и больше всего и давило то, что я думал. Конечно, начинать свой путь с 0-1 не так уж и прикольно. Вот. Ну, в целом, уже, когда вот в раздевалке сидел минут за 15 до выхода, значит, начинал уже так подгорать, ну, на нашем сленге, типа, волнение, горишь. Ну, Шараф что-то мимо проходил, сказал, ты что, горишь? Не гори. Ну, я почему-то перестал гореть. Хорошая схема. Подошел, сказал, ты по любителям, тут дрался столько боев, больше тут других остальных, люди столько не дрались. Так что все нормально, выходи, как будто ты по рукопашке дерешься, только чуть-чуть серьезнее турнир. Все, подошел мне, пару раз под затыльник отдал и что-то так, ну, собрался сразу. Выбежал, еще забыл кроссовки одеть в тапках, выбежал, короче. Еще с музыкой там, короче, проблема произошла небольшая. Не знаю, можно в эфире это говорить или нет, но там ситуация была следующая. Мне говорят, под какую песню будете выходить? Я говорю, я не знаю, типа, он со мной был секундант Андрей Пуляев. Я говорю, какую? Он говорит, вот, Мияги есть, там ревели горы, мама. Я такой, припев такой, там ревели? Да, нормально, думаю, все. И встаю уже в этом закулисье, и я забыл, как эта песня начинается, а она начинается со слов «Там греет душу водный». Ну, и пришлось выходить. Ну, не знаю, вроде нормально. Никто не подумал ничего плохого про меня. Ну, даже если кто-то и подумал, зато отметился, запомнился. Какие планы по системе ММА у тебя на будущее? Что хочешь добиться? Ну, в целом, как бы, таких глобальных целей нету, как бы, там, UFC, там, пояс выиграть не ставлю, просто драться, как бы, выигрывать, набивать рекорд, там, как бы, спокойно, деньги зарабатывать, все. Таких целей, как бы, глобальных нет. Коль, наверное, может быть, ты отвечаешь на этот вопрос. Для наших телезрителей информацию про ближайшие турниры, какие-то мероприятия связаны с ММА, что ждет нас в ближайшее время? Ну, да, на самом деле, у нас в ближайшее время будут проходить именно сборы. Они будут проходить в Горном Алтае. Всех, можно сказать, всех приглашаем там на наши сборы. Будет очень много знаменитых спортсменов. То есть, будут тренировки по ММА, по бразильскому джиу-джитсу. Также будут приезжать именно конкретные тренера, которые будут проводить вот эти, как бы, ну, эти фишки так свои показывать. Первый заезд у нас пройдет, получается, июнь месяц, 26 числа по 10 июля заезжаем. Потом отдыхаем недельку и с 17 числа уже по 31 июля будет проходить. То есть, два заезда. Также будет у нас очень много мероприятий проходить, как это река Катунь. База отдыха «Сердце Алтая» – очень крутая, хорошая база. Рядом очень много, так сказать, природы. Будут также тренировки по кроссфиту, бег. Ну, и также не забываем то, что будем отдыхать, находить время для восстановления, так сказать. То есть, баня, конные прогулки, также там по самой Катуньи будем там кататься. То есть, грубо говоря, на вкус и цвет каждый себе найдет какое-то увлечение. Вот. Ну, и самое, конечно, ценное – это то, что ребята будут делиться с друг другом опытом, приедут с ближайшего там зарубежья, ближайшие наши товарищи. И уже все будем обмениваться опытом, набираться и показывать очень хороший результат. Так как, всем советую, потому что мы сами с Русланом впервые были на сборах тем летом. И, грубо говоря, вот так наша жизнь поменялась после этих сборов. То есть, нам очень стало интересно. Мы включились, и вот мы здесь, на телеканале «Толк». Поднялись. Важно уточнить, принять участие в сборах может любой желающий. Да, да, да. То есть, подготовка не важна. В принципе, может как девушка, так и мужчина принять в этих сборах участие. То есть, для каждого там найдется и человек, и подход. Ну, думаю, все нормально будет. За это не стоит переживать. На этом наше время подошло к концу. Ведите здоровый образ жизни и занимайтесь спортом.